всем доброе утро меня зовут станислав мельников я являюсь продюсером проекта grab coin club нашего game фай проекта и сегодня мы поговорим о gc токене вот узнаем все 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 суть gc токена откуда он взялся что будет с ним происходить как его можно будет купить для чего его покупать так что поехали если очень просто до объяснить суть gc токена то это игровой утилитарный токен игры grab coin club и эта вселенная метамайнд то есть внутри grab coin club и эта вселенная метамайнд каждый сможет использовать gc токен покупать nft sft покупать продавать на рынке различные товары услуги да выполнять миссии опять же play to earn зарабатывать играя для всего этого нужен в игре grab coin club естественно gc токен вот но за gc токеном скрывается гораздо более серьезные и сложные вещи потому что он находится у нас на блокчейн да и естественно gc токен в игре это игровая валюта утилитарная но его можно вывести на любую биржу централизованную децентрализованную и там он будет иметь свой курс и вот тут начинается все самое важное интересное то есть gc токен будет подлежать листингу да он будет залистен на биржах у него будет курс он будет на coin market cup естественно у нас он будет на ланчпадах вот и об этом мы сейчас подробнее с вами поговорим вот и зайдем мы со стороны токеномики вообще что такое токеномика проекта 2 киномика проекта это то как этот токен и проект появится да и как этот токен будет в течении определенного времени распределен и по каким он курсом будет распределен да и что будет происходить вот эти Экономику проекта вы можете легко найти, она находится в White Paper, GrabCoin Club. То есть всегда вы можете зайти, почитать, посмотреть, какие там произошли изменения, не произошло изменений. Экономика имеет свойство немножко подстраиваться под, скажем так, рынок. И чем ближе она будет происходить к раундам, к нашему пассивному раунду, к нашему частному раунду, к публичному раунду, тем как бы будет она более точной и более взвешенной. Значит, давайте посмотрим внимательно, из чего сейчас состоит экиномика. Значит, сейчас у нас приближается Сид Раунд, пассивной раунд, он будет у нас проведен в феврале 2023 года. Кроме того, у нас появились ангельские инвестиции, которые у нас уже все произошли, это 336 тысяч долларов. И от Сид Раунда у нас, опять же, уже можно принимать участие, уже у нас у участников есть резервы, заблокированные под Сид Раунд. Но об этом сейчас подробнее я расскажу на следующем слайде. Вообще, вся экиномика, общий выпуск GC-токена составляет 6 миллиардов GC-токенов. До выпуск, в принципе, невозможен. Тот смарт-контракт, который у нас есть, он не позволяет нам выпускать новых GC-токенов, то есть это полностью ограниченное число. И момент сжигания, да, мы как проект, скажем так, большой, взвешенный, созвешенный токеномикой, мы не собираемся сжигать наши токены. Как бы не запланировано никаких сжиганий токеномикой, мы против сжиганий токена. Мы собираемся балансировать и как бы держать курс с помощью других игровых логик, механик, с помощью play-to-earn, с помощью балансировки игры, с помощью выпуска NFT, SFT-коллекций. Ну, собственно говоря, вот эти 6 миллиардов, да, это являются 100%. Давайте посмотрим внимательно, что в эти 100% заложено. Это 7% ангельских инвестиций, они уже закончились. 6% это венчурные инвестиции, это резерв для венчурных фондов, VC allocation так называемая. Дальше 7% это 420 миллионов GC токенов у нас зарезервировано под seed round, пассивной round. Из них 300 тысяч уже заблокировано и остался 1 миллион 44 тысячи seed round. Дальше идет такой же запланированный кусок под private round 7%. Дальше идет кусок запланированный 7% под публичный round и после публичного раунда, естественно, вместе с публичным раундом начинается листинг токена на биржах. Call round, call это аббревиатура Key Opinion Leaders, это лидеры мнений, это резерв, ну, например, мы сейчас с блогером с каким-то снимаем совместное видео, да, или блогер рассказывает про наш проект. Так вот, мы частично блогеру платим в фиатной валюте, а частично мы ему платим в токенах проекта, да, ну, чтобы снизить нагрузку на, скажем так, наши платежи, мы можем уже использовать токены проекта при рекламе у блогеров. Дальше free allocation, 1% блокировка, это 60 миллионов токенов, они у нас запланированы под бесплатную раздачу, да, 1 миллион токенов мы уже раздаем до нового года, до нового года у нас открыто розыгрыш этого миллиона токенов. И дальше на раундах мы будем вот эту вот цифру, естественно, сообществу своему растущему по всяким разным поводам дарить, раздавать и, ну, в основном за выполнение различных заданий. Дальше идет блокировка для команды, 15%, это непосредственно наша команда будет владеть этими токенами и они будут распределены между участниками команды. 3% у нас запланированы для адвайзеров, да, сейчас заблокировано уже 0,5% нашему адвайзеру Джейсону Хангу, вот, и еще мы ждем у себя от 2 до 4 адвайзеров и держим для них вот эти вот 3%, вот, эта цифра может немножко измениться в зависимости от числа адвайзеров проекта и может, ну, на одного адвайзера вообще 0,5% обычно резервируется. Дальше идет 5% это на маркетинг, да, дальше 5% мы сразу же забираем под ликвидность, чтобы мы могли размещать свой токен, его ликвидность на ланчпадах, на дексах, децентрализованных биржах, вот, потом идут основные блокировки, это play to earn, да, 900 миллионов, то есть когда игра запустится, а запустится она уже совсем скоро, в начале следующего года, игроки смогут играть и именно вот из этого фонда они будут получать свои вознаграждения, выполняя миссии, выполняя задания и из этого будут получать play to earn, да, 15% 900 миллионов это зарезервировано под стейкинг, это как раз таки в стейкинг входят бонусы, роялти, все вот эти вознаграждения по NFT-шкам, это как раз таки из вот этого резерва, который у нас есть в токеномике, они будут отсюда непосредственно распределяться, начисляться с помощью смарт-контрактов, все полностью автоматически, вот, и остались еще у нас 5%, 5% они остались у нас на всякий случай, да, не скрою, что с помощью трежери, казны, да, можно как-то повлиять на резкие скачки или падение курса, да, то есть вот эти вот средства, они не распределены по токеномике, может они уйдут куда-то, я не знаю, в ликвидности будет не хватать, или не будет хватать средств в маркетинге, или не будет хватать, ну, здесь все рассчитано строго достаточно, play to earn, стейкинг, да, ну, в общем, это такой некий резерв, который поможет справиться с разными ситуациями, возникающими по пути исследования, вот, значит, на листинге, на листинге, это после публичного, на публичном раунде, да, и после его завершения планируется листинг токена по 0,007, да, сейчас на сидраунде, сидраунде у нас цена токена планируется 0,0032, вот, а в принципе токен, когда уходит в свободные рыночные колебания, да, естественно, молодые токены, они достаточно волатильны, вот, и поэтому капитализация проекта, которая в GC токене равна 6,6 миллиардам, она будет, естественно, постоянно меняться, капитализация, да, и проект на первых порах, в первые годы своего существования часто капитализация может сразу вырастать там до доллара, нескольких долларов цены за токен, потом спускаться там в какие-то центы, потом опять, ну, в общем, мы планируем то, что у нас капитализация GC токен, мы хотим вывести на курс, равный 1 доллару США и показать капитализацию проекта 6 миллиардов, это некий таргет, но при этом, при этом, естественно, волатильность молодой монеты будет такова, что эта капитализация будет подниматься и выше, да, то есть монете токену не мешает взять и получить стоимость, там, пиковую, там, в 10 долларов за единицу и в то же время, там, упасть до 30 центов за единицу, да, то есть для молодой волатильной монеты это достаточно логичное, логичное начало, вот, ну, а в принципе, в принципе, если рассматривать волатильность как только свойства, да, то, естественно, за первые, там, 3-4-5 лет проекта по синусоиде курс будет расти, и мы это делаем с помощью и токеномики, и балансировки, и управления игрой, да, после первой планеты, опять же, подключится механизм DAO, да, то есть проектом будет управлять голосование DAO, в которое входят у нас владельцы NFT от 10 до 15 серии в первой коллекции и от 10 до 16 серии во второй коллекции. Естественно, все, все, все любые действия, выпуск новых планет и прочее, прочее будут влиять на курс GC токена, естественно, поэтому будет волатильность, будет интересно, и в то же время у нас есть масса инструментов для того, чтобы удерживать курс в определенных рамках, да, значениях, не дать ему упасть там очень-очень низко до делистинга на биржах, эти все моменты, да, для этого делается исследование, создается токеномика, подключается система гейманалитикс, игровой аналитики, которая следит за стабильностью вот этих всех, скажем так, финансовых и хозяйственных игровых показателей, да, то есть, ну, например, если в игре становится дефицит какого-то предмета, там, электростанций, или дефицит аптечек, или профицит, там, я не знаю, харвистеров, кордов, они потеряют стоимости очень сильно, то, естественно, все эти вещи балансируются с помощью выпуска NFT, SFT токенов, да, с помощью игровых механик, логик, вот, допустим, если, ну, очень много, очень много разных примеров мы и обсуждаем, и можно приводить до бесконечности, вот. То предложение, которое несет в себе GC токен, да, во-первых, он является утилитарным токеном, это не инвестиционный инструмент, это не security токен, это utility токен, и в то же время это не пустая, ничем не подкрепленная монета, про это тоже нельзя говорить, да, есть такие монеты, которые просто выпускают для того, чтобы выпустить монету, да, и продают ее каким-то образом, там, часто делая всякие разные, там, манипуляции с курсом, с помощью сжиганий и довыпусков, скажем, не совсем нормальные. У нас монета подтверждена игрой, да, подкреплена игрой, она подкреплена игровыми активами, которые также находятся на сетях блокчейн, на полигоне, да, это наша первая сеть, на которой находятся наши первые NFT коллекции, вот, и за монетой GC токена, естественно, стоит подкрепление игрой, нашим трудом, трудом нашей команды, трудом разработчиков, 3D художников, вот, поэтому считается, что GC токен – это утилитарный игровой токен, ну, его определение, скажем так, научное. Вот, давайте пройдемся по инвестиционному предложению. Здесь немножко устаревший слайд, я сейчас буду комментировать. Вот, венчурные инвестиции, не трогаем, это инвестиции, которые заблокированы для венчурных фондов, вот, они являются прямым, скажем так, прямой копией ангельских инвестиций, и такие инвестиции выдаются раньше всего и по самому низкому курсу. Да, на данный момент ангельские инвестиции у нас полностью закончились, да, вот, на 27-е, 10-е был остаток 36 тысяч USDT, но уже его нету непосредственно, да, то есть про ангельские инвестиции в токеномике мы можем спокойно забыть, вот, и у нас официально C-Dround начнется, начнется он в начале следующего года, да, мы планируем там январь-февраль, сейчас дата стоит примерно 15-е февраля, да, в конце этого года мы не стали запускать C-Dround, потому что увидели, что, во-первых, очень сильный идет медвежий рынок, вот, наш адвайзер посоветовал не запускать C-Dround, IDO к концу этого года, ланчпады посоветовали пока не запускать C-Dround, ну, в общем, мы, во-первых, ждем более хорошего рынка, да, ну, сами понимаете, сколько его ждать, это невозможно, ни один экономист не предскажет с точностью там, да, до месяца дня, поэтому мы спокойно ждем следующий год, да, а сейчас производим уже продажи по C-Dround, да, это предпродажи под C-Dround, и, значит, у нас стоимость на C-Dround 0,0032 USDT за один GC-токен, вот, и 3 на 300 тысяч у нас уже выкуплен резерв под C-Dround, то есть токены по этой цене, вот, и сейчас осталось от C-Dround уже 1 миллион 44 тысячи USDT, которые будут у нас продаваться на C-Dround, да, но получалась такая штука, что сейчас, да, запускать C-Dround, опять же, повторюсь, запускать рекламную кампанию дорогостоящую, да, это несколько ненадежно, непроверенно, потому что до Нового года очень высокая и рекламная слепота, и крупные бренды спускают свои рекламные бюджеты, плюс новостная повестка, скажем так, не очень такая тихая, поэтому мы боимся, что сейчас, выпустив очень сильную и резкую рекламную кампанию, мы только среди всех остальных, скажем так, потеряемся, и поэтому мы спокойно ведем предпродажи C-Dround, да, и C-Dround у нас официально начнется в начале следующего года, вот. Вот. Минимальная инвестиция, которую можно сделать в предпродажах на C-Dround, составляет 10 тысяч долларов, это 3 миллиона 125 GC токенов по курсу 0,0032, вот. Ниже приведены условия вестинга, да, но это все при заинтересованности можно почитать в токеномике, да, можно пообщаться с нами в чатах при заинтересованности участия, скажем так, в C-Dround, вот. И вестинг настраивается на площадке PinkLock или другой площадке на выбор инвестора по согласованию с проектом, да, то есть если вас не устраивает, например, PinkLock, хотя он обычно, ну, отличная площадка, там свои смарт-контракты, они проверены аудитом Сертик, как бы ни у кого из инвесторов вопросов PinkLock не вызывает. Да, если есть предложение разместиться на других площадках, там не буду сейчас приводить их примеры, то это также, также совершенно спокойно обсуждается. Ну, естественно, про другие раунды мы будем говорить позже, но после seed round на следующих раундах курс, естественно, у нас идет выше, выше и выше. То есть на seed round у нас курс 0,0032, да, на private round у нас уже курс 0,0056, и на публичном раунде 0,0064 и на листинге 0,007, да, то есть токен добирается вот до этих показателей 0,007, и дальше идет свободное плавание, вот, он может и упасть, и вырасти выше, естественно, да, он будет подкреплен игрой, игровыми активами, активами, сообществом, и мы его планируем вырастить до стоимости в 1 доллар, чтобы вся токеномика у нас составляла 6 миллиардов GC токенов, и капитализация именно этих токенов была 6 миллиардов долларов, да. Кстати, я поясню некоторую вещь, то есть капитализация, капитализация токена, это не является капитализацией всего проекта. Многие считают, что капитализация токена, это и есть капитализация и оценка проекта. Это абсолютно разные вещи. Капитализация токена, это и есть капитализация токена, да, То есть курс токена помножен на количество единиц токена, получается его капитализация в долларах, например. В то же время не забываем, что в проекте есть еще NFT, SFT, есть программные разработки, есть вот эти все активы, которые тоже имеют стоимость, техника, офисы и прочее. И капитализация токена абсолютно не показывает саму капитализацию проекта, хотя является частью капитализации проекта. Но опять же, волатильность игровых утилитарных токенов достаточно высокая. То есть бывали такие ситуации у Decentraland, у AX Infinity, у прочих проектов, когда с утра просыпаешься, капитализация 2 миллиарда, а к обеду капитализация уже 4 миллиарда. Ну, понимаете, естественно, эти токены игровые, утилитарные, они пользуются популярностью у арбитражников на разных биржах, которые с помощью волатильности этих монет, волатильности этих курсов ведут деятельность в арбитраже и зарабатывают. Также хочется напомнить о том, что наш GC Token – это не какая-то кустарно выращенная монета, у нас прекрасный смарт-контракт. Этот смарт-контракт вместе с остальной пачкой смарт-контрактов, он прошел аудит у Сертика, и это тоже очень большая степень надежности. Это признание Сертиком то, что проект не является каким-то скамом, что проект не является однодневкой, и то, что за этим проектом стоит хороший выверенный смарт-контракт, полностью безопасный, у нас нет ошибок по безопасности, если бы они были, Сертик не выдал бы нам аудиторское заключение. А так, оно полностью открыто, вы можете зайти на сайт Сертик, в поиске найти GrabCoinClub, и в поиске на странице GrabCoinClub полностью в PDF скачать наше аудиторское заключение, ознакомиться с ним, посмотреть на код, который является открытым кодом, и загружен он у нас на GitHub. На GitHub находятся все наши пять смарт-контрактов. Поэтому доверие к тому, что эта монета проектная, утилитарный токен, это тоже полностью соответствует действительности и проверено независимыми аудиторами компании Сертик. Ну, еще несколько слов, то, что Сертик нам дал в серебряный бейдж, то есть мы заказали у Сертика не только аудит смарт-контрактов, но еще и систему «Знай своего клиента», то есть они полностью проверили нашу команду, кто где находится, из каких членов состоит команда. Также они подключили систему SkyNet, которая смотрит за нашими соцсетями, за нашими разработками, за нашим сообществом, и выставляет, скажем так, определенную рейтинговую оценку, которая сейчас у нас является 80. Ну, и мы, соответственно, будем дальше наращивать и сообщество, запуская больше рекламы. В этом месяце еще у нас большой сюрприз, что мы открываем мультиплеер. Я надеюсь, уже можно об этом говорить. Мультиплеер – это то, что каждый сможет зайти к нам на сайт, скачать себе на компьютер программную часть игры и подключиться со своего компьютера или со своего комплекта очков. У нас поддерживаются очки Мета, поддерживаются очки ОПА, китайский аналог Меты. Естественно, каждый сможет уже заходить в Метавселенную, там гулять, там общаться, да, и к концу года уже будем подключать какие-то игровые логики и механики. Вот. На этом, я думаю, что все про GC-токен. Вот сейчас... ... ... ... ...